У нас в области, на самом деле, создалась уникальная ситуация. У нас существует программа «Доступная среда», по которой адаптируются общественные здания, государственные здания и так далее. Но при этом в программу «Доступная среда» в областную не включено ни копейки денег на адаптацию жилого фонда для инвалидов-колясочников. У нас получается ситуация такая, что, допустим, адаптируют больницу, делают к ней пандус, санузлы и так далее, но туда попасть элементарно колясочник не может, потому что он не может элементарно выбраться из дома. А из дома он не может выбраться, потому что у него нет ни пандуса, у него нет ни подъемной платформы, у него, допустим, очень узкие двери у лифта, либо вообще в его доме нет лифта. У нас есть яркие примеры, например, того же самого Дмитрия Бибикова, который живет у нас на левом берегу, который живет на пятом этаже, и для того, чтобы спускаться вниз, он сделал лебедку и выезжает с балкона своего, и вдоль стены по воздуху спускается вниз, понимаете? И причем об этом говорят уже на протяжении 3-4 лет, и ни на йоту не сдвинулась ситуация. То есть такое ощущение, что все смотрят, ну да, парень рискует жизнью, каждый спуск и подъем, и при этом всем наплевать на это, понимаете? Смотрите, то есть у нас не заложено ни копейки денег на 20 жилого фонда, и никто и не дергается для того, чтобы изменить ситуацию. Вот мы сейчас на данный момент стали сделать реестр колясочников и собирать статистику для того, чтобы вообще понять, какое количество колясочников у нас в городе, какому количеству колясочников необходимо адаптаться с жилого фонда, для того, чтобы выйти с предложением на нашу городскую и областную администрацию, с тем, чтобы учредить такую программу и наконец-то решить эту проблему. Вот я, например, когда делал себе пандус в мой дом, мне потребовалось практически 3 года переписки с управляющей компанией, с управой, для того, чтобы решить этот вопрос. Только тогда, когда я приехал в управляющую компанию мою и показал им исковое заявление о том, что, ребята, вот суд будет в ближайшее время, потому что я прямо сейчас подаю исковое заявление. Только после этого они начали двигаться. Вторая большая проблема – это отсутствие транспортной инфраструктуры. В Воронеже делалось специальное исследование по поводу того, как должна выглядеть транспортная инфраструктура, что нужно сделать для того, чтобы люди могли действительно нормально ездить. Были потрачены на это серьезные деньги, но, к сожалению, дальше исследования ситуация не пошла. То есть у нас уже существует план адаптации транспортных маршрутов, существует расчет необходимого количества низкопольных автобусов, существует точно утвержденный перечень стоянок, ну, остановок автобусных, которые должны быть адаптированы, правильно сделаны для того, чтобы могла происходить с них посадка. Но по факту об этом никто не говорит, и нет дальнейшего движения. У нас на всю программу «Доступная среда» заложена, насколько я знаю, до 2020 года покупка 15 низкополок. Но этого мало, и все понимают, что этого мало для того, чтобы обеспечить доступность. Казалось бы, можно было бы решить эту проблему другими способами, как то нормальная работа соцтакси. Но она по факту у нас не работает. Например, в Комитранском районе с лета прошлого года социальное такси не работает. И мне для того, чтобы добраться, даже сюда, для того, чтобы приехать, я нанимаю человека, плачу ему по часовку и приезжаю. То есть каждый мой выезд куда-либо оборачивается мне не меньше, чем тысячи рублей затрат, понимаете? А учитывая наши средние пенсии, 12 тысяч рублей, вы понимаете, сколько раз я могу выехать, а еще нужно кушать что-то, понимаете, оплачивать коммуналку и так далее. Потому что я работаю, я могу себе позволить какие-то вещи, но ведь огромное количество людей, которые не работают, не могут, в принципе, работать. И отсутствие нормального работающего соцтакси, отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры просто преграждает им дорогу выезжать. Понимаете? То есть недоступность жилого фонда, неработающая транспортная инфраструктура, невозможность людям ездить, лечиться нормально. Вы знаете о том, что у нас для того, чтобы к колясочнику попасть куда-нибудь в санаторий, хотя ему по закону положено раз в год выезжать, он попадает туда в лучшем случае раз в три года, понимаете? Например, мне попасть в санатории, адаптированное для колясочника, для спинальников, невозможно, потому что я, например, подхожу по категории общих заболеваний, и мне не дают туда путевку, например. Понимаете? Тоже патовая ситуация. Например, для того, чтобы получить хорошую коляску, активку для людей, которые двигаются, тоже невозможно это сделать. Почему? Потому что у нас выдаются активки Мотусу, Тобоковские, которые очень плохого качества, и для того, чтобы брать хорошего качества коляски, их не просто не выдают, потому что они стоят совершенно другие деньги. Нормальная коляска, активка, стоит под 120-150 тысяч рублей, которая легкая. Те паровозы, которые выдают у нас, на них двигаться практически невозможно.